Здравствуйте! В эфире новости моей Эдмуртии. Главные события нашей республики в студии Марина Баль. Смотрите выпуски. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Михаила Калашникова выписали из московского госпиталя. Такую информацию сегодня распространило агентство Интерфакс. Напомню, Михаил Тимофеевич госпитализировали еще 23 июня, чтобы отвезти 93-летнего конструктора в Москву, был задействован на спецборд МЧС. Сразу после выписки Калашников отправился в санаторий и вернется в Удмуртию после окончания курса процедур. Тайник с оружием обнаружен в Ижевске. В индустриальном районе сотрудники управления ФСБ по Удмуртии его в буквальном смысле откопали. Один револьвер, три обреза охотничьих ружей, две гранаты, один запал и сигнальная мина были спрятаны под теплотрассу на окраине города. Эксперты подтвердили, изъятое оружие боеспособно. Сейчас спецслужбы ищут владельцев тайника. Уже установлено, что он принадлежал одной из организованных преступных группировок Ижевска. Сегодня решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Управление ФСБ России по Удмуртии обращается к жителям республики с просьбой о фактах незаконного оборота оружия сообщать по круглосуточному телефону доверия. Он на экране. Пожар на корабле. Сотрудники МЧС провели тактические учения. По легенде, от возгорания в машинном отделении загорелся теплоход. Дым окутал все судно, на борту которого 40 пассажиров и три члена экипажа. Действия в такой критической ситуации отрабатывали спасатели со всей республики. В учениях была задействована наземная и водная техника МЧС, а также новые сотрудники Министерства – водолазы специальной пожарной части. Им досталась самая сложная работа – спасти пассажиров теплохода в панике, выпрыгнувших в воду. Они введены в штаб пожарной части, совершившие совсем недавно, но, тем не менее, сегодня выполняют практические работы наряду со спасателями по оказанию помощи людям, пострадавшим на воде. Пока водолазы спасали тонущих, теплоход был отбуксирован к пристани. Пассажиров эвакуировали с горящего судна, тушили его параллельно, одна из спасательных бригад на моторной лодке. Сегодня в деревне Зимбайгурт, это в Дебёсском районе, ученики пришли в школу за месяц до начала занятий. Повод для этого оказался особым – школьное новоселье. Отмечали его всей деревней и всей деревней принимали поздравления от главы республики. На памяти старожилов деревни Зимбайгурт Вавожского района – это уже пятая по счёту школа. Последняя прослужила около 40 лет. Эту красавицу построили меньше, чем за год. Нужна, очень нужна. И мы очень рады, что такая красивая школа построена. И если мои дети не ходили в такую хорошую школу, значит внучка пойдёт. Рада за школу. Я работала в школе. И для всей деревни красота. Пусть работают учителя, пусть учатся наши дети, тружеников. Добросовестный труд наших родителей вот эту школу дал. По новому проекту в одном здании разместятся и средняя школа, и детский сад. С отдельным входом, спортивно-музыкальным залом и медицинским комплексом, процедурным и изолятором. Старое здание оставили за детским садом. Сейчас там располагаются ясли. Ну а две основные группы будут принимать 55 малышей здесь, под одной крышей, со средней общеобразовательной школой. Школа Награда Вовожскому району, который первый перешагнул 6-тысячный рубеж по надоям. И последние 10 лет продолжает удерживать агропромышленное лидерство. Сегодня это событие. До 1 сентября у нас ещё новосельей будет много. И каждая из них особенная. В каждой из них вложен труд всей республики. В этом году мы из нашего бюджета освоим не менее 5 миллиардов рублей на новые объекты. Это мы их заработали, вы в том числе. Такого урожайного на школы года в республике ещё не было. В планах открыть 10 школ и 30 новых детских садов. И обеспечить местами около 3-х тысяч детей. Елена Ирверчук, Андрей Бусыгин, телеканал «Моя Удмуртия». 10 миллиардов рублей вложили инвесторы в проект, от которого горожанам станет и светлее, и теплее. Реконструкция Ижевской ТЭЦ-1 продолжается. Строители приступили к монтажу основного оборудования. На площадке побывала и наша съёмочная группа. Самое сердце новой ТЭЦ – блок парогазовой установки. Она способна вырабатывать электроэнергии в полтора раза больше, чем на прежний ТЭЦ. Сейчас здесь ведётся монтаж необходимого оборудования. Здесь особенность в том, что сначала электроэнергия начинает производиться ещё на стадии сжигания газа. Если на старой части сначала сжигается газ, нагревает воду, и только потом пар уже начинает делать электроэнергию, то эта технология ещё на стадии сжигания газа уже начинает производиться электроэнергия. Такой ТЭЦ нет ещё нигде в России. Здесь используются только современные технологии и оборудование. Всего в работе задействовано несколько сотен строителей. За полтора года им нужно сдать объект. Работа не из лёгких, ещё и потому, что площадь нового энергоблока весьма ограничена. Не могли себе представить, что на такой площадке можно сделать такую серьёзную стройку и снять такую большую электрическую мощность – 230 мегаватт. Со строительством этого комплекса мы получаем вторую жизнь в центре города энергетики, резко улучшаем экологию. Новая ТЭЦ станет в десятки раз экологичнее, подчеркнули строители. Этому способствует закрытая система водоснабжения. Обновят энергоблок. Ещё этот проект очень сильно улучшит надёжность электроснабжения города Ижевска. Поскольку сейчас у нас такая убогенькая здесь старая схема выдачи мощности, а теперь у нас будет здесь самая современная, очень надёжная, привязанная к двум подстанциям и, мало того, ещё и позволяющая в будущем развивать электроснабжение центра города. Теплом и горячей водой Новая ТЭЦ будут обеспечены и крупнейшие промышленные предприятия города и 200 тысяч горожан. Планируется, что уже к зиме станция будет достроена, а весной полностью перейдёт в рабочий режим. Анна Ковырзина, Юрий Зелененький, телеканал «Моя Удмуртия». Особый противопожарный режим отменяется. В лесах Удмуртия он действовал с 11 июля. Сегодня ограничения сняты. Причина очевидна – дожди. На сегодняшний день у нас первый, местами второй класс пожарной опасности, поэтому, так сказать, передышка небольшая наступила, но всё равно специалисты и диспетчерские пункты у нас работают в круглосуточном режиме. Ситуацию мы держим под контролем. Расслабляться ещё рановато, потому что пожарная опасность продолжается. В этом году в Удмуртии произошло 70 лесных пожаров. По данным Минлесхоза, введение особого противопожарного режима позволило сократить количество возгораний в три раза. Однако специалисты не исключают, что к этим мерам в этом году ещё вернутся. Синоптики обещают жаркий август. Оптимизмы лесничьих не разделяют селяне. Сезон дождей на этот раз точно совпал с началом уборочной. И непогода может помешать спасти нынешний и без того скудный урожай. Из Игринского района репортаж Надежды Николаевой. С погодой в этом году Игринскому району не повезло. Сначала всё высушило с мая, посередину июля здесь не было дождей, а в разгар уборочной всё залило. Тем не менее, в хозяйстве «Ленинский путь» уверены, кормов заготовят сколько нужно. В этом году на все поля внесли удобрения, которые удерживают влагу. Перезимовать у нас хватит, ага, план выполнили, позовутки селоса, сеножа и закрутки. Сено чуть-чуть, не дотянули, но солома ещё есть у нас, чуть-чуть тоже наберём, наверное. Но должно хватить уже эта кормовая база. Чтобы кормов точно хватило на всю зиму, селяне сейчас вновь досаживают однолетние травы и для самих посевов дожди как раз на руку. В Пашке дождливая погода не мешает, а вот комбайны работают урывками. Часа по два в день. Темпы уборочной сетуют в хозяйстве очень низкие. Предварительный урожай на зерновых, говорим, наверное, будет 80 неразгектара. Это очень-очень низкий показатель. Сельское хозяйство, оно рискованное. Без этого никак рисковать надо. Вот сейчас уже рапс поселия, это тоже риски. Вдруг будет сентябрь-ктябрь дождливый и не сможем заехать на поля. Но опять не сеять, кормами не обеспечиться. Поэтому тоже рисковать, но работать надо. Серьезное отставание по зерновым не только в Ягринском районе, но и в целом по республике. Зерно на сегодня убрано лишь на 6%. Что касается кормов, то здесь план по заготовке выполнен уже на две трети. Надежда Николаева, Лаврентий Павлов, Анастасия Ритько, телеканал «Моя Удмуртия». Что важнее, детская площадка или парковка? Сегодня этот вопрос стал острым для жителей Жеского микрорайона на улице Молодежной. Они никак не могут решить, на что в первую очередь потратить общие деньги. Эта тема актуальна сегодня практически для всех городских дворов. Мнение сторон выслушала наша съемочная группа. Здесь болты все раскрутились. Здесь была перекладина. Все это сделают или размонтируют, когда человека угробят. С вами у Кирюши бабушка Эльза даже близко к этим горкам подходить не разрешает. Представить, говорит, страшно, что может случиться с малышом, если конструкция рухнет. Невооруженным глазом видно, детский комплекс не по-детски опасен. Я сразу написала заявление и обратилась к председателю ТСЖ Рогожиной, Валентине Даниловне, с просьбой отремонтировать. Я пришла в правление, где они заседают и члены правления. Они сказали, у нас нет детей, нас это не волнует. Жильцы говорят, они готовы вкладываться не только в ремонт старого, но и в покупку нового игрового оборудования. И даже средства на это есть. В 2012 году было запланировано с каждого дома, у нас 6 домов входит ТСЖ, по 40 тысяч. По 40 тысяч было запланировано. Благоустройство детской площадки, восстановление волейбольной площадки, детские качели. Деньги истрачены. А что у нас сделано? За эти деньги сделали парковку. То есть убрали наоборот детскую часть площадки и сделали парковку. В обслуживающей организации говорят, виноваты сами жильцы, не смогли договориться, куда тратить общие деньги. И вообще добавляют коммунальщики игровое оборудование на площадке «Бесхозная». Земля, на которой находится детский городок, муниципальная. И следить за безопасностью старых качелей, горок и турников они не обязаны. А вот у юристов другое мнение. Если на аварийном аттракционе пострадает ребенок, к уголовной ответственности их, скорее всего, привлекут председателя ТСЖ. А чтобы этого не случилось, специалисты советуют жителям поскорее выбрать другого главу управления. Раз в год или раз в два года должны перезбегать правление товарища собственника жилья. И если такая деятельность управления их не устраивает, то они правил перезбрать. Этим сейчас и занимаются жители Молодежной. Надеются, управляющая компания, которая возьмет их дома, наведет, наконец, здесь порядок. Анастасия Редькола, Валентий Павлов, телеканал «Моя Удмуртия». Сводный отряд из Удмуртии отправился в очередную командировку на Северный Кавказ. Полицейские сменят на посту своих коллег, которые несут там службу с февраля. Очень надеюсь на то, что спустя полгода смогу каждому из вас на вокзале, на этом же иронии, пожать руку, поздравить с успешным прибытием. Обещаю вам, что каждый месяц у вас будут руководители МВД. Я желаю, что все просьбы ваших, ваших близких, которые остаются здесь, могут восприниматься даже просьбой моих близких. Сводный отряд полицейских из Удмуртии будет охранять общественный порядок в Дагестане. Проводить отряд «Дорогу» пришли родные, сослуживцы и ветераны МВД. Нарушить традицию в этом году придется десантникам. Купания в фонтанах отменяются. 2 августа коммунальщики Ижевская решили осушить фонтаны. По официальной версии для профилактики. Следить за голубыми беретами на улице города выйдут сотни полицейских. Обращаю внимание всех участников праздничных мероприятий. Есть определенные федеральные законы и законы Удмуртской республики, постановления правительства, где категорически запрещено распитие спиртных напитков, в том числе и пива. Эти все нарушения также будут пресекаться. Все основные праздничные мероприятия в этом году пройдут у монумента дружбы народов, но по традиции они начнутся с торжественного митинга у Вечного огня. По данным республиканского МВД, в мероприятиях примет участие около 300 десантников. У меня на этом все. Хорошего вам вечера. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok